итак продолжим наш рассказ про магнитофоны семейства спутник со спутником 402 мы с вами уже только что познакомились первой части нашего ролика этот симпатичный черный магнитофончик значит 1976 года харьковский завод протон завод радиоаппаратуры модернизировал старый добрый спутник и пришел к выпуску модели спутник 403 вот чем же отличались эти магнитофоны ну во первых тем что переключатель скорости движения ленты как выполнить там две скорости 4 и 2 замедленная вот он раньше был скажем так вот здесь теперь же он переместился на заднюю стеночку вот теперь вот здесь у нас переключатель скорости движения ленты спутника 403 вот а место этого переключателя занял другой интересный переключатель который называется переключатель мощности то есть для при работе на батарее рекомендовалось ставить мощность выходную 0,3 ватта чтобы экономить батарейки он играл не так громко зато подольше а при работе от сети блока питания ставилась мощность 0,6 ватта и он играл значительно громче еще одна характерная особенность этого переключателя и конструктива нового спутника то что у него получит появилась система автоматического регулирования уровня записи большая новинка для тех времен 76 год запись регулировалась автоматом не было перегрузов не было больших пиков которые вносили искажения в запись то есть при включении магнитофона в режим запись и переключение переключателя вот в это положение в нижнее соответственно запись велась с автоматическим регулированием уровня вот такие вот интересные новшества внес завод протон в свою продукцию что было встречено одобрительно на ура покупателями остальное же ничего не изменилось то есть та же клавиша у нас общее регулировки режимов работы перемотки назад перемотки вперед воспроизведения и так далее магнитофон у нас сейчас запитана блока питания как вы видите значит давайте посмотрим как работает этот вариант спутника откроем его кассетный отсек заглянем туда ради интереса таким образом сделаем и сможем увидеть его головки вот увидите здесь две головки пардон крышечка закрывается имеют место быть мне вообще можно снять значит головочка справа вы видите универсальная и головочка записи беленькая вот прижимной ролик резиновый и вращающийся тонвал можно хорошо рассмотреть а также подмотку узла вот выключим магнитофончик вернем на место крышку она у нас крепится простым защелкиванием свои пластмассовые места крепления магнитофон как видите снабжен государственным знаком качеством это большое скажем так показатель для тех времен и возьмем родную для него магнитофонную кассету mk65 вот такую тех времен сохранившийся не знаю что на ней записано ставим в отсек кассеты приемника аккуратненько и попросим его нам что-нибудь сыграть ну вот видите группу дюна он достаточно бодро воспроизводит играет гораздо громче предыдущего своего собрата вот перемоточкой правда него дела стоят похуже видимо от старости немножко устали резинки но тем не менее все это он делает и выполняет то есть при желании можно соответственно его и перемотать им вот так вот он выглядит в переносном варианте очень компактный очень удобный симпатичный на мой взгляд магнитофон спутник 403 выпущенный харьковским заводом протон вот у него как видите одна ручка тут отсутствует регулятора громкости соседняя ручка регулирует тембры а в режиме записи она же регулирует уровень записи вот ну давайте посмотрим красный спутник который у нас соответственно еще пока ничего нам не играл ставим в него штекер питания попросим кассету у синенького спутника и соответственно поместим его в отсек нашего красного ну как вы видите здесь у нас на качество отсутствует видимо выпущен более ранней партии зато стоит логотип харьковского завода протон ныне находящегося в независимой украине видимо уже больше не выпускающего радиоаппаратуру и так кассета вставлена прибыль мы на всех так у нас мощность пониженная вот так повышенная на 6 ватт достаточно громко играть а вот так он работает на скорости 2 в режиме диктофона ладно не будем его заставлять тянуть прошу простить за плохую постановку света тени попадают в кадр вот так получилось извините как он мотает знаете тоже не очень хорошо но по крайней мере пытается перемотать нашу кассету назад но это надо чистить либо менять пасеки а также прочие резиновые прижимные детальки вот и вперед он также не бодро но мотает не бодро но мотает давайте на всякий случай глянем еще во внутренности этого магнитофона что у нас там происходит процессом скажем так записи либо воспроизведения еще у нас минуточка есть вот мы подсоединимся к черненькому спутнику он у меня не свинчен винтами вот мы там видим внутри видите такое его интересное устройство внутреннее вот динамик который дает вам громкость вот это ведущий маховик ведущего вала вот пасек пожалуйста различные ролики если мы его сейчас попробуем включить на запись вернее на воспроизведение мы посмотрим с вами как все это у нас будет вращаться кассету измерим на всякий случай ну и вот включим вот вы видите вращение от двигателя который скрыт под этим корпусом передается маховику маховик вращая через промежуточные ролики подмотку и перемотки различные на для плате небольшой расположены все усилитель и генератор стирания подмагничивания практически все электроника а вот на этой плате установлен регулятор скорости вращения двигателя чтобы он не зависит от нагрузки всегда вращался с одной скоростью вот ну давайте попробуем на режиме перемотки покрутить так вот я воспроизведение выключил включая перемотку видите пободрее стала вертеться так вот работает перемотка влево а вот так вот сейчас попробую включить а вот перемотка вправо то есть посредством промежуточных роликов все это кинематики вращение передается на узлы ну а по поводу записи на магнитофон мы поговорим с вами в третьей части нашего ролика ибо отпущены мне 10 минут фотоаппаратом никон истекают до встречи